Приветствую вас, поскольку работа на основании себя достаточно серьезна и небезопасна для человека, который делает это сам. Потому что, ну, потому что человек рискует таким образом потерять себя, человек рискует таким образом потерять свои ориентиры жизненные, вот, то в первую очередь важна цель. Определитесь целью, для чего вам это нужно. Иначе говоря, какие именно проблемы, конфликты привели вас к необходимости, по вашему мнению, задать вопрос об осознании себя и своих каких-то, значит, мыслей, целей, целей и так далее. Во-вторых, что именно вы хотите осознать? То есть, что именно вы хотите познать в себе? Если вас, например, все устраивает, если у вас, например, все хорошо, если у вас нет никаких проблем, допустим, в жизни, то, наверное, в таком случае, тогда, наверное, все-таки осознавать себя не стоит. Ну, просто потому что, еще раз повторю, это чревато определенными негативными последствиями для вас, такими как, например, проблемами целеобразования, проблемами реализации своих желаний. Желаний, проблемами понимания себя и проблемами ценностного восприятия себя. То есть, в результате, вот, в результате подобных действий, в результате бесконтрольного самосознания, в результате бесконтрольного осознавания себя. Вот. Все это может привести к тому, что вы себе только лишь навредите. Вот. Далее. Иногда бывает так, что одного осознавания, то есть, мыслительной деятельности мало. Иногда бывает так, что для раскрытия своих проблем, человеку нужно именно прочувствовать. то есть, освободить то, что он себе зажимает, то, что он себе не позволяет, то, что он себе подавляет. Иногда, иногда бывает так, что одних эмоций достаточно для того, чтобы, собственно говоря, человек понял какие-то вещи о себе, и тем самым смог бы, смог бы выявить свои какие-то конфликтные моменты, свои какие-то конфликтные проблемы. И увидя их, увидя их, человек смог бы уже что-то с ними сделать, что-то как-то с ними решить, да, то есть, как-то для себя решить свои противоречия. Вот. И тем самым, такому человеку было бы гораздо лучше. Именно лучше справляться со своими трудностями, со своими противоречиями и так далее. Сознавать себя, именно, сознавать себя нужно постепенно. Начиная от самых низших эмоций, от самых, я бы сказал, элементарных эмоций. То есть, можно действовать как через разумное, как через рациональное, так и, собственно говоря, через эмоциональное. И зависит это, на самом деле, от того, к чему вы более склонны, к чему вы более предрасположены. Ну вот. И, соответственно, в каких направлениях вам проще и легче работать. Но, еще раз повторяю, что без целей, именно без целей, без четких целей, без задач каких-то, работа по сознанию себя может быть очень опасна. Поэтому я не рекомендую вам, не рекомендую вам ей заниматься, не рекомендую вам самостоятельно ее выполнять. Вот. И, соответственно, я рекомендую вам именно с психологом осторожненько, аккуратненько работать над тем, что вас волнует, над тем, что вас беспокоит и так далее. Значит, из способов, из средств, которые могли бы помочь вам лучше познать себя, я рекомендовал бы начать с практику по гестант-психологии Фредерика Первого. Вот. Я рекомендовал бы начать именно с этой работы для получения таких вот, ну хотя бы базовых представлений о себе, да, о своих каких-то желаниях, о своих чувствах, и так далее. Вот. Я полагаю, что с этого вам имеет смысл, ну, начать. А там уже дальше вы сможете для себя выделить, чего именно вы хотели бы, то есть в каким направлением вы бы хотели двигаться. Вот. То есть вам нужны именно четкие цели, значит, именно четкие цели по, значит, этой работе. Самая страданная работа может быть для вас, ну, чересчур опасной. Вот. Вот так вот я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я надеюсь, значит, с радостью отвечу на ваши вопросы. Если они у вас остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Пока.